Ваши дети разделяют с вами ваше верование? Мой старший сын сегодня гражданин государства Израиль. Он несколько лет был чиновником номер три по официальной табеле о ранге, то есть первый чиновник государства Израиля. Это президент, фигура чисто номинальная. Я чиновник номер два, премьер-министр, сегодня это Бибе Натаньяху, и спикер Кнессета, спикер парламента. Это чиновник номер три. Так вот, мой сын Юлий Эдельштейн, я не помню, лет семь, может больше, был спикером Кнессета. Он исповедует иудаизм, он начал его исповедовать здесь, ещё когда был гражданином Советского Союза. Потом сменил свои религиозные убеждения. Сегодня он ежедневно бывает в синагоге, но мы с ним остаёмся близкими, друзьями, единомышленниками и так далее. Наши разные религиозные убеждения не мешают нам жить в абсолютной дружбе. Младший сын Михаил, преподаватель в Москве, преподаватель одного из московских вузов, он, скажем так, в церковь не ходит. Ходил, ходил, а потом перестал. Я глубоко убеждён, что никакого человека нельзя привезти в церковь за шиворот. Хочет – идёт, не хочет – не надо. Ни старшего, ни младшего, ни свою жену. Я никогда за шиворот никуда не тащил. Надеюсь, что уже до конца жизни мне никого никуда тащить не придётся. Есть ли на данный момент у России национальная идея? Мне она не нужна, и я на эту тему не задумываюсь. Вот у Ивана Александровича Ильина была такая идея, и главная идея, главная мысль Ивана Александровича Ильина, что Россию нельзя путать с совдепией. Это угловой камень всей философии Ильина. Совдепия – не Россия. И Россия – не совдепия. Когда она кончилась с убийством царя? Россия закончилась, я думаю, 25 октября или 7 ноября. Я думаю, что Временное правительство, ну, даже, может быть, господин Керенский, всё-таки это было чуть искажённое, но всё-таки Россия. Я не поклонник, не сторонник государя-императора Николая II. Он был плохим правителем. Не просто посредственным, а плохим. Он причислен к лику святых не за то, каким он был администратором, правителем, а за то, как он сидел и как он умирал. Он действительно, я думаю, страста терпится, он действительно справедливо причислен к лику святых. Должна ли, на Ваш взгляд, Россия в связи с этим быть переучреждена? А меня это не волнует. Совершенно вот настолько не волнует. Почему? Это не имеет никакого отношения к духовному здоровью людей, проживающих на этой территории. Это территория, часть территории того государства, где была Россия. Величина этого государства, то есть должно оно или не должно включать Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, Польшу, Туркмению. Наверное, можно не продолжать. Так вот, меня не интересуют размеры государства, в котором я живу. Меня не интересует количество людей, населяющих государство, в котором я живу. И меня, ну, не очень интересует, как называют РСФСР или еще как-то. Я знаю, почему я так дорожу именем Россия, потому что в моей голове есть некий образ государства, которая существовала на этой территории сто, сто пятьдесят, двести лет назад. Я считаю своими соотечественниками Михаила Юрьевича Лермонтова, Фёдора Ивановича Тютчева, Фёдора Михайловича Достоевского, Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова, ну и так далее. Они мои соотечественники, и они не граждане, не подданные совдепии. Фёдор Михайлович Достоевский – не советский писатель. А вот Пётр Павленко, которого мы вспоминали, автор сценария фильма «Александр Невский», это советский человек, это сталинский халуй, хотя он был соседом Бориса Леонидовича Пастернака. Знаете, у меня своеобразное представление об истории, но я всегда почему-то думаю, что мы не учитываем один, скажем так, фактор. Историю делают не Ленин, не Сталин, не Гитлер, её делает Господь Бог. И я всегда, когда я говорю об истории, то я знаю, что есть какие-то правители, но кроме того, я знаю, что на каждом богослужении в нашей православной церкви поют такие слова «Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же несть спасение, изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут все помышления его». Я знаю, что когда-то погибнут помышления всех наших совдеповских правителей. И я верю, что историю моей страны делает Господь Бог. И я его всегда молю такими странными словами «Да будет воля Твоя!» И как решит Господь, так я скажу Ему спасибо. А распадётся? Ну, мне бы не хотелось. Выборы стоят очень-очень-очень дорого. Вот мне нравится система Великобритании, Соединённых Штатах. Раз-два, плюс-минус, один бит информации. За Клинтона или против Клинтона. Когда мне сегодня говорят, что у нас в этом учреждении, которое называется Государственная Дума, четыре партии, я пожимаю плечами, какие четыре? Там одна партия. Там нет ни одного человека, который не встанет при звуках гимна Советского Союза. Ну, это их дело, не моё. Хотят они как-то называться по-другому, ну пусть называются. Можно попросить вас помолиться и благословить нас? Сейчас? Сейчас, конечно. Так давайте, отче наш, на каком языке прочтём? По-русски. По-русски? По-русски. Я умею только по-славянски. Давайте. Давайте по-славянски. Нет, пожалуйста. Хотите, можно на латыни, на английском. Мне, естественнее всего, на славянском. Но я думаю, Господь Бог, лучший лингвист, он понимает все языки. Помолитесь, благословите нас. Читаем все вместе. Давайте. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наше, Яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. 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 Продолжение следует...